Тема ситуации по контролю численности отлова и содержания безнадзорных животных. В 2018 году, 27 декабря, принят был Государственной Думой новый федеральный закон 498 о ответственном обращении с животными, который четко все прописывал и прописывает. И этот закон вступил с 1 января 2020 года. Но год прошел на сегодняшний день, то что есть, то что мы имеем, не исполнение данного закона. А именно, здесь есть два существенных момента. Это отлов животных, именно подчеркиваю, немедленное помещение в приюх для животных, а затем возможность возврата неагрессивных животных на прежние места их обитания после проведения ветеринарных мероприятий, прививок и стерилизации. Второе – это запрет на содержание отловленных безнадзорных животных в местах и пунктах временного содержания животных, не являющихся приютами для животных. До 2016 года стерилизация происходила, то есть был отлов животных, проведение эпизодических мероприятий, вакцинация и соответственно стерилизация. Потом этот пункт из постановления правительства его убрали, и сегодня тот федеральный закон, о котором мы говорим, который вступил в силу, четко все расписывают. В 2016 году очень успешно, я считаю, отлов безнадзорных животных, тогда подразумевала стерилизация. Стерилизацию делало управление ветеранией, ветеринарией бесплатно осуществляли эту работу. Собак этих, после стерилизации, вакцинации, выпускали в природную среду, то есть численность была не такая большая, как она на сегодня. Потом у нас произошел сбой, управление ветеринарией отменили возможность стерилизации, и собаки у нас остались все в приютах, выпускать их нельзя уже было в природную среду, и в связи с этим численность отловленных собак резко сокращена. На нашу просьбу вернуть назад стерилизацию был получен отказ, понимая, что этого количества отловленных собак недостаточно, мы просили, обращались увеличить нам квоту в 2019 году на 250 голов, на что был также получен отказ. Если говорить о содержании тех животных, которые на сегодня в приюте, они не голодают, полностью обеспечены они всем необходимым входом, есть питание, есть у нас меценаты, кто поставляет питание. Полномочия по созданию приютов в муниципалитет не располагает, ориентировочно по требованиям средств, если будут участки приняты и необходимы коммуникации, могут составлять до 6 миллионов рублей из каких-то приютов. На сегодня финансирование отсутствует, в связи с тем, что Министерство финансирования не может выделить по качеству, пока не будет утвержден закон. На сегодня тот механизм, который существует, он рабочий, будет прописана стерилизация, будет расширен финансирование, и все будет разобновлено так, как это работало в 2016 году. Что касается приюта, приют в городе не имеет полномочий по созданию приютов. Это не наши полномочия. В настоящий момент мы в максимально короткие сроки ждем выхода по приютам нормативного документа, и я думаю, что скоро он будет, потому что понимание есть, документ разработан, то есть там какие-то незначительные моменты остаются, и он будет у нас. По стерилизации сейчас, в настоящее время, также она предусмотрена, вынесены изменения в действующие нормативные документы. Вот вы говорите, выпускать собак обратно. Собака одна выпущенная, она, да, может быть, она не несет никакой опасности для окружающих, а когда собак много выпускают, они сбиваются в стаи, и этими стаями нападают на нас, на наших детей. Собаке просто не понравилось, что дети посмеялись, то есть громко. Собака кинулась на ребенка, рваная, итог, рваная рана височной области, у другого там царапины и так далее множество, другому порвали предплечье и так далее. То есть за что наши дети страдают? Много лет существует проблема, что делать с собаками безнадзорными. Вот года два-три назад мы думали, все совещались, что же с ними делать, можно ли их уничтожать, надо ли их стерилизовать. Общественники за то, что уничтожать собак нельзя. Сейчас появилась федеральная нормативная база, 498-й федеральный закон. Там написано, что уничтожать собак нельзя, только агрессивных, в особых случаях, в исключительных. Что законодатель предлагает? Содержать их в приютах, стерилизовать, выпускать обратно. Других случаев пока не предусмотрено. Мы здесь можем с вами сколько угодно обсуждать, можно их выпускать или нельзя. Есть федеральный закон, и там написано, собаки стерилизуются, выпускаются. Отлов сейчас не производится, да, действительно, но никто не запрещает сейчас собак стерилизовать. С федеральным законом это разрешено. Но работа эта не производится. В принципе, это один из вопросов городским властям. Когда будет принята вот вся нормативная документация, для того, чтобы вы смогли осуществлять, как вы говорите, свои полномочия? Вот когда? Через месяц, через два. Просто, чтобы людям, вот они когда к нам обращаются, могли написать, что потерпите два месяца, к примеру, или три. А сейчас получается, что мы не можем ничего сказать, потому что что-то где-то, что-то делается. Как говорит прокуратура, не совсем, так сказать, так, как это нужно, это делается. Очень медленно. Спасение утопает. Ну, то есть, получается, что люди остаются сами с этой проблемой. Человек, стая собак на него кинулась, и отгонял. Он-то убежал, а я, как в приключениях Шурика, потом у зеркала брюки зашивал. Ну, смешно, вроде бы, да? На самом деле, он скажет, как стая волков. Огромные собаки. Огромные собаки. Разрешите? Ну, сейчас люди же у нас умеют. Кто главнее-то, давайте определим в этом животном мире. Кто будет отвечать в этом случае, если человек погибнет? Да, вот тоже хороший вопрос, он нас очень интересует. Кто понесет ответственность за смерть? Собака. Я вам объясняю, собака – это источник повышенной опасности. Источник повышенной опасности должен кому-то принадлежать. Если эта собака кому-то принадлежит, ответственность несет хозяин. А если нет, тихо, тихо. Подождите, по гражданскому законодательству и по уголовному законодательству в том числе. А если нет, то, значит, ответственность, то она никому не принадлежит. Она кому-то принадлежит, эта собака? В вашем примере, в вашем примере. Нет, нет, нет. Значит, виновники нет. Это какой-то телевизор. Значит, виновников по законодательству нет. Кузнецова Елена Александровна. Я волонтер уже со стажем. У меня 8 лет старше, занимаюсь собаками, отлавливаю, стерилизую. Все это я делаю во благо людей, которые боятся. Пытаюсь избавить от количества большого на улицах, как бы собак тоже чего-то люди добиваются. Но, к сожалению, так как я один на данный момент, у меня нет организации, в год я стерилизую всего там по 10-20 собак. Я приношу пользу, да. И я как бы за то, чтобы чипированных собак выпускали обратно в среду свое обитание. Я за это. Да, я согласна, что есть агрессивные особи. Я согласна, чтобы их именно отдельно изолировали от общества. Но я не согласна с тем, чтобы просто тупо уничтожали животных. Потому что есть люди, которые именно любят их. На столом никто не сказал слова. Никто. Ни разу. Вот пока я сижу, слушаю, вот честно, вот девушки добиваются именно этого. Не правда. Они муниципального бюджета не добиваются. Они просто... Они защита детей своих. Не надо вот сейчас накалять эту атмосферу. Надо наоборот, общественная палата, спасибо, что собрали свое время. И спасибо, что много общественников. Я прошу общественников, наоборот, направить усилия не на разжигание. Мнение населения о том, что все бизнесы... А говорить и успокаивать о том, что на сегодня закон вышел. Проект постановления порядка создания приютов, он разработан. И в ближайшее время, как только этот проект выйдет, местные органы самоправления, муниципалитеты смогут уже какие-то действия в рамках действующей законодательства и бюджетного кодекса предпринять. Поэтому не надо вот это нагнетать, надо наоборот людей успокоить, что на сегодня государство озаботивших, издало закон, наши органы правительственные своевременно все выпустили. И сегодня, как только это обретет настоящую законную силу, будет опубликовано, мы сможем все остальные действия предпринимать. Мы сегодня обсуждаем, еще раз говорю, исполнение закона раз, и второе, когда этот закон будет работать два. И когда он, окончательно сформировав всю эту нормативную базу, когда он, так сказать, сформируется и заработает. Другой цели у нас здесь нет. Рассказывать, например, что где в каждой остановке у нас собачка и матрасики положили, или кто кого прикормил. Это не смешно, но просто есть закон, его надо исполнять. И это не решение проблемы, давайте же с этого начинаем. А матрасик подкладывать и кормить. То, что вы делаете, стерилизует все хорошо. Я вашу позицию точно так же понял, и нисколько, так сказать, не возражаю. Вы делаете хорошее дело, вопросов нет никаких. Но, еще раз говорю, это не в 10, не в 20 тех собачек в год, которыми вы занимаетесь. Вы два года работу никакой не проводите. У вас там связаны руки, финансирования нет. Не так, опять вы не поделитесь, не надо переделиться. Минуточку, вы ответите. Я сейчас задам вопрос, а вы ответите. Вот, у меня вопрос. А мониторинг вы ведете? Вот сейчас какое количество особей на территории города Саратова, в частности, находится собак? И какова перспектива их роста? Вот прибыль-то какая сейчас ежегодная? Вы же должны это мониторить. Должны понимать, с каким масштабом проблем мы, в принципе, сталкиваемся. Если Янгель сказал, что у них полторы тысячи, то я могу, конечно, умножить в уме, а где-то город Саратов в три раза больше, вот 4,5 тысячи. Это так или может быть еще больше? То есть какое количество? Во-первых, прежде чем обвинять бездействие власти, надо разобраться сначала, кто чем занимается. Мы работаем в рамках действующего законодательства. Предусмотрены отдельные полномочия, которые нас наделила область. Под эти полномочия выделено финансирование. Отлов собак. Эти мероприятия проведены. Отлов у нас 500 голов. Из 500 голов у нас осталось 150. А всего мы раздали 400 голов в добрые руки. И представьте масштаб, который несет город убытков по содержанию собак. Не 12 дней, а по году. Это раз. А второе масштабно известен. Сколько собак? Порядка 3,5 тысячи собак на территории города Саратова имеется. И сколько каждая сучка приносит, вы прекрасно знаете. Поэтому этот закон очень своевременный вышел. И мы ждем и надеемся, что в марте нам дадут все порядки. Весь порядок содержания приютов. Наши вольеры отвечают требованиям. И насколько я понимаю, мы сможем эту работу делать с определенными доработками по созданию приюта. Авторитетам общественной палаты прошу вас направить какое-то обращение в муниципалитет, в администрацию города. С конкретными сроками, до какого числа будет решен вопрос финансирования того или иного, перереорганизации того приюта, или как он называется. И в правительство области. Вот с тем же вопросом. Когда и что будет решено. И потом предлагаю вам вновь собрать нас, активистов, и сказать, что вот наш разговор не закончился только красивыми словами. А вот ваши рекомендации доведены до руководства. И вот какой результат. Продолжение следует...